Поговорим далее с Борисом Тизенгаузеном, известный политтехнолог, присоединяется к нашему эфиру. Борис, здравствуйте. Наверное, неправильно я сказал, не пощечина это была. Джо Байден просто ноги вытер о Путина, кремлевских обитателей. Как вы думаете, они в полной мере почувствовали это унижение? Нет. Ну, то есть унижение ты можешь почувствовать, когда тебе какие-то, значит, разъяснители, которыми в России являются топовые пропагандисты, расскажут, что да, вот, унизили. А российские пропагандисты из любого провала могут для российского плебса выкрутить какую-то победу. Но там интересно, знаете, что? Вот дальнейшее развитие событий. То есть у Скобеевой, по-моему, на ее пропагандистском шоу начали говорить, что это же мы ему разрешили. Вот они же согласовывали с нами этот язык. А после этого вышел ответ Патрушева, что на самом деле никто Байдену никаких гарантий не давал. То есть здесь пошел рассинхрон между пропагандистами и официальными источниками. И что в итоге получилось? Как это выглядит для российского обывателя? Байден приехал, уведомил, да, по дипломатическим каналам Россия была уведомлена о том, что Байден будет в Киеве. Дальше ничего не произошло. Никто не стрелял никуда. Значит, на Байден не покушались. То есть получается, что Байдену нужно было просто уведомить, и этого было достаточно. И вот здесь кто реально, кто в какой позиции находится, сразу стало понятно. Поэтому такой визг был и в российских телеграм-каналах, и у пропагандистов. Как это так? Они же дальше пошли. Они же предыдущие случаи вспомнили. Байден в Киеве, никто не обстреливает. Зеленский в Херсоне спокойненько себе гуляет, приезжает туда, тоже никто не стреляет. И у них начинает, как бы, у них диссонанс и какое-то странное чувство, что вроде как, по идее, нужно сказать, да как это так, мы не стреляли. А потом они вспоминают, что если они так скажут, то это прямой, как бы, намек Путину. Это ж ты не сделал. И поэтому они не понимают, говорить им, не говорить, предъявлять претензии, кому предъявлять. Поэтому они такие потерянные, грустные. Ну, я думаю, что они еще грустные еще по одной причине. Там же в десятом пакете санкций аж целых больше ста пропагандистов будет вместе с их имуществом. И вот же ж будет удивление, когда российский обыватель узнает, что у российских пропагандистов имущество где-то в Европе находится. То есть для Соловьева это был удар, для Шенина это был удар. Для всех остальных это тоже будет удар. Но, опять же, я видел, как Соловьев истерит по поводу своего сына. Мне кажется, что это прекрасно. У Соловьева уже такие системные психологические сбои происходят, и это не может не радовать. Но как тут не сбоить нервной системе, если методички меняются каждый день? Вот, возвращаясь к визиту Джо Байдена в Киев, смотрите, ну, про нарратив, про этот лозунг «Киев за три дня» уже давно все было понятно. Но в очередной раз и он рассыпался, да, через год после полномасштабного вторжения Джо Байден спокойно себе прогуливается центром Киева. Второй нарратив. Годами они капают своему населению о том, что Америкой правит безумный старикашка с деменцией. Ну, Байден приехал в столицу страны, в которой ведутся активные боевые действия, я имею в виду страну. Не побоялся, показал, из какого теста он сделан, да, в то время как эта бункерная моль, ну, разве что двойника посылала на Крымский мост. Как с этим работать? Здесь это тоже прорывается. И я видел фрагмент, буквально свежий, когда на одном из шоу российских там постоянный спикер говорит, ну, Путин бы хоть раз приехал на Донбасс. И ему, значит, вот эти два персонажа ведущие, там, Норкин и еще один, он говорит, ну, позже, всему свое время. Конечно, всему свое время. Конечно, только проходят годы, ну, и с 2014 года уже сколько времени прошло, что Путин ни разу не посетил Донбасс. А я вам больше скажу, я обратил внимание, что в своем обращении к Федеральному собранию Путин жителей оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей называет жителей Донбасса, жителей Новороссии. Он не называет их наши новые россияне, он не называет их жители наших новых российских территорий. То есть он даже сейчас где-то ментально не готов их считать своими, потому что понимает, что через какое-то время придется с этими территориями проститься. И я еще сегодня, знаете, у меня, я удивляюсь своей титановой железобетонной нервной системе, я еще посмотрел его выступления в Лужниках. Ну, вы себя не бережете. Это правда. Да. Значит, это же вообще дичь полнейшая была. То есть вышел Путин и сказал, что семья – это родина, родина – это семья. Детишки, которые рисуют, пишут письма на фронт – это защитники родины, нянечки какие-то. У него такая каша в голове была, что я даже не понял. И дальше вот эта вялая ура, которую он кричал еще год назад, когда присоединяли вот эти непризнанные ЛДНР. Помните, как он там набрали в легкие воздуха и ура. Вот сейчас он кричал ура, и это было так грустно. Ну, вообще все это действие было настолько, вот этот шабаш, этот бал сатаны с отключающимися фонограммами, с Газмановым, который заклеил себе логотип Прада наклейкой на куртке. Ну, то есть это настолько было ужасно. И когда Путин выступил, как оттуда из этих лужников начали разбегаться люди, потому что там еду раздавали. А я подумал, а вот если бы реально Путин вдруг ударила в него молния, и он сказал полминуты правду. Он бы сказал, смотрите, огромный стадион Лужники, огромный, вмещает 75 тысяч людей. Я в Украине убил два таких стадиона уже. То есть вот если бы он вдруг начал говорить правду, я думаю, что у россиян бы и тогда прозрение не наступило. Потому что сидели люди со стеклянными глазами, орали «Путин, Путин». Потому что Путин, он понимает, что ему мнение россиян, оно ему до одного места просто. И все. Это да, какая-то как зомби-волна, которая катится, и вот как ее остановить, это очень большой вопрос. А возвращаясь к вялому ура, хочется вспомнить еще и падший сармат. Во время пребывания Байдена в Киеве Россия то ли решила показать свою мощь военную, то ли намекнуть на что-то. Но намек, вот эта цель ввысь обернулась каким-то жалким падением. Скажите, пожалуйста, это совпадение, как любит спрашивать один из пропагандистов, или намек, который не случился? Если мы по тревогу говорим... Про сармат, который россияне хотели запустить, они пытались во время визита провести испытания баллистической ракеты. Это CNN сообщило, да, и вот хотели запустить сармат. Но пошло не по плану. Пошло по плану. Ну, в общем-то, все как всегда. Дело в том, что в России, назовите мне хоть одну успешную пиар-компанию за последние полгода, которую провела Российская Федерация. А я бы не сказал, что это успешно. Это вот для внутреннего пользователя, мы не берем параметры или там критерии оценки успешно-неуспешно. Для внутреннего пользователя завтра ему скажут, слушай, Путин сказал всем как бы без штанов ходить по улице. И он скажет, ну Путин сказал, значит, ему виднее. То есть там так это все происходит. Я имею в виду на внешние рынки, хоть одна успешная Европа замерзает. Помним же эту прекрасную пиар-компанию? Конечно, помню. Вот. Что еще, значит, блэкаут, блэкаут в Украине. Все пропало. Помним мы эту прекрасную компанию российскую? Помним. Что еще? В Украине все боятся, значит, воздушных тревог. Смотрите, мы ими управляем. Помним же мы это? Тоже помним. Russia Today, которая говорила от... Это вот, кстати, мне очень интересные данные попались. У нас есть ребята, которые отслеживают аналитически, как российские месседжи заходят в информационные поля разных европейских стран. Я вот видел эту карту, как говорится, посева этого. И там очень все интересно. То есть там, значит, месседж, что Европа устала от Украины, они его прям, ну, так долго продвигали. И били, и били. Чем закончилось? Две недели назад Russia Today закрывается во Франции, а еще за неделю до этого в Германии. Вот. То есть я удивляюсь. Путин, прикасаясь к любой, не знаю, к любому предмету, превращает его, ну, ладно, скажу, в грязь, да? То есть он каким-то удивительным образом ему удается даже на старте успешную информационную кампанию разворачивать в обратную сторону. Талант у него такой точно есть. Ну, если уже закончить тему по Сармату, он же носится с этим Сарматом уже много лет, да? Грозит всему миру с каким-то новым сверхзвуковым оружием. Но мы же прекрасно понимаем, что это ракета еще с 70-х годов. Это перекрашенная ракета Сатана. Разработана она была на украинском Южмаш. И Южмаш ее и обслуживал. Но после 2014 года обслуживание прекратилось. И до сих пор Сармат этот хваленый не взлетает. То есть мы видим, что даже и здесь Россия не смогла построить ничего своего. Простите, мне просто слово импотенция приходит на ум. То есть невозможность. Импотенция во всем, да. Невозможность. Ну, на самом деле, Сармат и Сатана — это одно и то же. Просто Сатана называют этот Сармат на Западе. Сатана-2 как-то так. Ну, а я боюсь предположить, что вообще происходит на самом деле с ядерным арсеналом Российской Федерации. И когда Путин в своем обращении говорит, у нас все современное ядерное оружие, оно все там в боеготовности полной. 91% нового или боеспособного, вот зная Россию и зная вот этот принцип отзеркаливания, когда они говорят 91%, значит, считайте, что 9% реально там к чему-то может быть готово. Поэтому никто это пока не может проверить. Даже вот этот вот пассаж итогового его обращения, когда он вышел из договора СНВ-3 о нераспространении и сокращении ядерного оружия, даже здесь он не смог нормально дальше его докрутить. Мало того, что он не вышел из него, он его приостановил. Так сегодня еще новое заявление, видимо, боясь, что сейчас там, где там начнется гонка вооружений, они сказали, нет-нет, мы все соблюдаем, вы не переживайте. И там он упомянул, что мы испытания ядерные будем проводить, но только после того, если вдруг Соединенные Штаты их проведут. Ты же прямо там царь и бог, маньяк ядерный. Тебе зачем оглядка на Соединенные Штаты или еще на кого-то? Скажи, я могу провести. Как, например, тут оказалось, что у лидера Северной Кореи на самом деле мужества намного больше, чем у Путина. Потому что он там особо никого не спрашивает, когда проводит свои какие-то испытания. Поэтому я думаю, что в скором времени Путину нужно будет поучиться и у Ким Чен Ина чему-то. Но это хороший клуб такой диктаторов образовался. Боис, вам не кажется, что на этот клуб уже не с таким страхом смотрят люди из цивилизованного мира, что все больше Европа поддерживает? Вот, в частности, например, Испания объявила, что передаст Украине шесть танков «Леопард». Об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес. И мы ждем премьер-министра Педро Санчеса. Он прибудет с необъявленным визитом в Киев уже в четверг. Может быть, уже произошла какая-то переломная точка, какой-то момент, когда Путин перестал казаться европейцем, в частности, чем-то сильным, опасным, великим, могучим. И маски буквально сорваны. Да, я думаю, что этот момент произошел в конце прошлого года, потому что были еще некоторые европейские политики, которые, может быть, к слову говорили о каких-то переговорах. Но обратите внимание, сейчас вот кто в последнее время говорит о переговорах с Путином? Из тех, кто раньше говорил. Никто. Может быть, там Орбан какой-нибудь еще периодически вылазит из табакерки. Но вы же видели, да, что с Орбаном произошло? Куда его послал, значит, министр иностранных дел Словакии? Причем, по-моему, на русском языке. Он его послал ровно за этим российским кораблем, прям теми же словами. То есть вот все те, мало того, что Путин сам перестал быть страшным каким-то, его ядерная риторика перестала пугать кого-то, так еще и те, кто с ним сотрудничает, кто пытается, по крайней мере, каким-то образом его обелить, вот эти люди сейчас получают все жестче и жестче. И тут уже становится прям очень токсично для того же правительства Венгрии пытаться защитить Путина, потому что из-за чего все произошло? Венгрия, смотрите, она решила вдруг из санкционного списка в 1400 россиян исключить четырех человек. Вам какое дело правительство Венгрии, когда они патриарха Кирилла исключали санкционного списка? Вам кто вообще? Ну то есть мы понимаем, что доиграется Венгрия, это я вам точно говорю, и у Евросоюза есть инструменты давления на Венгрию. И я вот честно говоря, если бы Путин вот эту свою последнюю фразу про ядерные испытания, про выход из СНВ-3 не сказал, я бы подумал, что ну как-то он там между капельками пропетлял, шарманку унылую свою вот эту завел, рассказал. Но нет, накануне визита аналога министра иностранных дел Китая Ван И, он берет и говорит про ядерные испытания, про выход из СНВ-3, когда ему Китай прямо сказал в лице своего лидера, что ни угрожать, ни применять ядерное оружие нельзя. Он все равно взял, я не знаю, какой-то там диверсант что ли сидит у них. Ну подождем, 24 числа там Китай свою формулу мира собирается предложить. Будет интересно. Подождем, а затем встретимся в прямом эфире и обсудим эту формулу мира от Си Цзиньпиня. Спасибо вам огромное за этот разговор. Борис Си Цзингаузин, политтехнолог, присоединялся к нашему эфиру.